Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы с вами поговорим об информации, международном праве и о демократии, а также о пропаганде, интересах лоббистских групп и о запрете свободы слова. Мы увидели, как в прошлом году во время нашей освободительной войны почти весь прогрессивный мир делал вид, что ничего не происходит, либо прогинался под армянское лобби и называл нас агрессорами, как и 30 лет до этого. На нас лгали и угрожали на словах, но никто так и не рискнул провести это в деле. И после всего этого они же нас и спрашивают, а почему вы так хорошо относитесь к Турции и Эрдогану? А потому что Турция единственный, кто во всем поддерживал нас, кто не спряталась в кусты и не предала нас в трудный момент. Конечно же мы благодарны не только Турции, а многим братским странам, которые поддерживали нас и будут поддерживать и дальше, и мы этого не забываем. Огромная свора продажных военкоров, репортеров и журналистов была со стороны Армении в Карабахе и кричала, как Азербайджан наносит удары по мирным жителям Ханканди, что после в эфир брали все известные зарубежные и российские СМИ и продолжали этот крик, а потом придавали эту эстафету в руки политиков, которые делали этот крик международным. Но они, как правило, умалчивали то, что Азербайджан наносит удары по своей же территории, что эта война не с другой страной, а эта война с террористическо-оккупационным правительством внутри своей же страны, которая и воссела в Ханканди, прячась в детских садах и школах за спидами мирных жителей, которых неоднократно призывали покинуть оккупированные террористами территории. А как вы еще хотели? Вы знали, что находитесь на оккупированной территории, вы обеспечиваете людей, которые продолжают оккупацию и уничтожают мирное население, и какое отношение после всего этого вы к себе хотели? Это примерно как если бы когда Гитлер оккупировал советские деревни, вырезая женщин и детей, выгоняя все население, вдруг стал плакаться всему миру о том, что вот какой плохой Советский Союз бомбит оккупированные им же деревни. Сам же Запад последовательно молчал о том, как это террористическое правительство в сотрудничестве с правительством Армении намеренно уничтожало мирное население Азербайджана, который находился вне зоны боевых действий. Лишь к окончанию войны и после победы вдруг Путин согласился с нами и стал неоднократно говорить «Карабах – это Азербайджан». И вдруг его журналистки Халуи внезапно переобулись и стали поддерживать Ильхама Алиева и говорить «Какой он настоящий и последовательный мужик», не то что этот предатель Никол Пашинян, хотя до войны они говорили иначе. И если мы посмотрим на мир в целом, то эти процессы происходят не только у нас. Как говорил Натан Ротшильд, кто владеет информацией, тот владеет миром. И мы это увидели на деле во время освободительной войны, что владеющие информацией могут преподнести любую ложь как правду и вкладывать ее в сознание всего мира. Но то, что происходит сейчас, это уже ни в какие рамки не входит. Например, на днях президент Турции Раджеп Таип Эрдоган отказался от мессенджера WhatsApp из-за проблем с безопасностью изменения политики конфиденциальности, а его администрация перейдет свои группы в турецкое приложение BIP. То же самое сделала и Минобороны Турции. Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BIP. Этот шаг стал частью масштабной кампании Эрдогана против зарубежных соцсетей. Ранее пользователи WhatsApp обязали делиться информацией социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций WhatsApp. Также президент Турции зарегистрировался в мессенджере Telegram, пока что единственной глобальной и незапрещенной свободной платформе на сегодняшний день. В предыдущем ролике о Трампе, Байдене и Эрдогане, о том, что Байден хочет свергнуть Эрдогана, были комментарии, что, мол, это неправда. Байден навещал Эрдогана, когда тот болел, и что они здороваются и поздравляют друг друга. Но те, кто так мыслят, это слишком чистосердечные люди, так как нужно понимать, что политика – это игра, очень грязная, двуличная и лицемерная. Политики могут сидеть в гостях друг у друга за одним столом и желать здоровья и счастья дому и детям, но лишь на словах. А на деле, играя в свою игру, исследуя лишь сугубо меркантильным, геополитическим интересам и выгоде. Джо Байден неоднократно высказывался об Эрдогане, называл его автократом и говорил о том, что хочет свергнуть его и будет поддерживать турецкую оппозицию. И все это есть в открытых источниках и видеоматериалах. А теперь поговорим о политике Джо Байдена и демократов в действии. 9 января Твиттер навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, якобы из-за призывов к беспорядкам. В прошлом ролике мы говорили о том, что так называемый захват Капитолия – это просто постанова, наподобие поджога Рейхстага и провокация, от которой выиграли только демократы. Именно Твиттер Трамп использовал как основную площадку для выражения своего мнения. На его аккаунт были подписаны почти 89 миллионов пользователей. Сразу после блокировки в Твиттер были заблокированы его аккаунты Facebook и Instagram. Как пояснил основатель Facebook Марк Цукерберг, Трамп намерен использовать свои полномочия для того, чтобы помешать Байдену. И существуют большие риски в случае использования президентом сервисов компании. Вслед за этим аккаунт Трампа заблокировали Snapchat и Twitch. Заблокирован и аккаунт штаба Трампа в Твиттер. После того, как в нем было опубликовано измененное изображение логотипа платформы. С красной птичкой, на которой были изображены серп и молот. С намеком на диктатуру. Связанные с Трампом аккаунты заблокировали также в YouTube. Были и новости о том, что YouTube не выводит в тренды и рекомендации, а также банит ролики в поддержку Трампа. Также голосовой и видеомессенджер Discord, фотохостинг Pinterest и другие площадки. А Google и Apple вообще удалили из своих магазинов со сеть Parler. В которую планировали перенести общение Трамп и его сторонники. И как по принципу домино, Трамп и его сторонники стали массово блокировать во всех глобальных соцсетях. Даже просто за поддержку Трампа. И мы увидели, какая есть на самом деле демократия США. Страна, которая считается венцом демократии. И несет эту демократию во все непослушные страны на танках и истребителях. Вдруг стало закрывать рот первому лицу страны и всем его сторонникам, которых десятки миллионов. Как на деле, никакой свободы слова нет. Все массовые социальные сети просто добровольно прогибаются под один центр силы. Хотя явная причина была в том, чтобы не дать Трампу и его сторонникам оспорить голосование, которое проходило с огромными нарушениями. А лучший способ – это дискредитировать лидера и его сторонников. Обвинить в попытке госпереворота. После чего Трампа предали даже самые близкие сторонники. Такие, как вице-президент Майк Пенис. Когда такие же протесты происходят в странах СНГ, то США называют это движениями за демократию. А когда то же самое происходит в США, то это сразу попытка госпереворота и терроризм. А претворители так называемой демократии на улицах, движения антифа, антифашисты – это и есть настоящие фашисты. И в других странах их бы считали организованными преступными группировками. Но в США они борцы за свободу. Страны, которые больше всего кричат о правах человека и свободе, сами эти права попирают и говорят о свободе только тогда, когда им это выгодно. Это и есть настоящий современный цифровой концлагерь. Так какие выводы мы можем сделать? Мы увидели, что страны оплота демократии могут спокойно прогибаться под лоббистскими интересами, забывая о международном праве и законе, что мы и увидели в отношении Карабаха. А еще эти страны могут искажать информацию также под интересами лоббистских групп и предоставлять ложь как правду, а пропаганду как якобы независимую журналистику. Но что делать тогда в таком случае, когда мы видим, что страны, которые несут демократию и законы международного права, сами не следуют этой демократии и международному праву? Все просто. Стараться переходить на более независимые платформы и просто не следовать их примеру и не поддерживать их в этих делах, но, пользуясь их же оружием, разбивать пропаганду. Потому что с такими тенденциями это все может привести к цифровому фашизму, где будет множество социальных сетей и платформ, подконтрольных одному центру власти и где всем инакомыслящим будет просто закрывать рот и банить их. А при будущих карантинах это вообще изолирует любые возможности и человек просто не сможет донести ни до кого свою точку зрения. Ну а если допустить информационный фашизм, то там недалеко и до фашизма обыкновенного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok